Во время 44-дневной войны в Арцахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, в отличие от Первой Арцахской войны, было задействовано значительное количество оружия нероссийского или советского производства. В частности, речь идет об Азербайджане, который в последние годы приобрел различное оружие как у Турции и европейских стран Чехии, Великобритании, Болгарии, так и у Белоруссии, ЮАР и других стран. Расследование об этом опубликовала армянская общественная организация «Союз информированных граждан». Армения, как и во время Первой Арцахской войны, так и на этот раз имела в своем арсенале, за некоторыми исключениями, в основном российское и советское оружие. Согласно исследованию военных блога ОРИКС, помимо советского и российского оружия, армянская сторона использовала гранатометы югославского производства, беспилотные летательные аппараты армянского производства и реактивные системы залпового огня WM-80 китайского производства, приобретенные еще в 1999 году. В отличие от Первой войны, в которой основной системой залпового огня был ГРАД, во время войны 2020 года широко использовались комплексы СМЕРЧ, представляющие собой более мощные, дальнобойные и современные версии ГРАДа. ГРАД считается наиболее широко используемой в мире реактивной системой залпового огня. Система была выпущена в начале 60-х годов и способна стрелять 40 снарядами калибра 122 мм на максимальную дальность в 20 км, а СМЕРЧ был выпущен в 80-х годах и способен запускать максимум 12 ракет калибра 300 мм на максимальную дальность 90 км. По словам военного эксперта Роба Ли, наибольший ущерб населенным пунктам Арцаха был нанесен ракетами СМЕРЧ. Система ТОС впервые была использована Азербайджаном во время четырехдневной войны в 2016 году. Это тогда подтвердили как президент Республики Армения Сержсарксян и армия обороны Арцаха, так и Министерство обороны Азербайджана. По сообщению Министерства обороны Азербайджана, против Арцаха применялся ТОС-1А «Солнцепёк», который является модифицированной версией ТОС-1 «Буратино». В войне 2020 года Азербайджан вновь использовал эту тяжелую артиллерийскую систему, максимальная дальность которой, хотя и составляет всего шесть километров, играет ключевую роль в быстром продвижении во время боевых действий. По данным армянской стороны, в ходе войны было уничтожено шесть систем ТОС Азербайджана, однако было представлено только одно видео их поражения. В свою очередь Азербайджан опубликовал одно видео уничтожения армянской системы ТОС беспилотным летательным аппаратом. Азербайджан также использовал ЛАР-160СРРС израильского производства, который ранее использовался Грузией в войне против России в 2008 году и Азербайджаном во время апрельской войны 2016 года. Во время войны 2020 года Азербайджан выпустил реактивные гранатометы РСЗО ЛАР-160 в направлении населенных пунктов Арцаха, в том числе в направлении Гадрута и Степанакерта. Во время войны стороны использовали также ряд других видов оружия, которые ранее в Арцахе не применялись. Среди них мощная самоходная артиллерийская установка СНПОН советского производства калибра 203 мм. Использование Азербайджаном систем ПИОН видно на попавшем в интернет видео и как минимум на одном видео, которое опубликовало Министерство обороны Азербайджана. В этой войне Азербайджан также использовал 152-мм самоходные артиллерийские установки ДАНА чешского производства, которые приобрел у Чехии еще в 2017-18 годах. Согласно исследованию блога ОРИКС, во время войны Азербайджан вывел из строя одну систему армянской стороны СКУД-БЭЭЛЬБРУС. Фотографии уничтоженной системы появились в интернете через несколько дней после окончания войны. В предпоследний день войны, 8 ноября, российский фотокорреспондент Илья Питалев сфотографировал ракеты СКУД в небе над Карвачаром. Баллистические ракеты Точка-У, способные поражать цели на удалении до 120 км, вероятно, применялись обеими сторонами. Появившиеся в сети видео и фотографии говорят о возможности его использования армянской стороной. В конце войны армянская сторона применила ракету Искандер, использование которой широко обсуждалось как до начала, так и во время войны. На пресс-конференции 19 ноября генерал-полковник Мовце Сакопян, который во время войны занимал должность начальника службы военного контроля Министерства обороны Армении, отметил. «Я знаю, что Искандер стрелял, но не скажу, где конкретно. Видео, подтверждающее использование Искандера армянской стороной, появилось в интернете 9 ноября. Ранее Искандер использовался исключительно Россией во время Российско-грузинской войны 2008 года и Сирийской войны. Искандер обладает способностью поражать цель с большей точностью на дальности от 280 до 400 километров. В 2016 году Россия поставила Армении 4 комплекса Искандер. Они являются модификацией Искандер-Э с радиусом действия в 280 километров». В войне 2020 года впервые в мире было применено как минимум три вида оружия. Израильская баллистическая ракета Лора, система полонез белорусского производства и турецкая ТРЖ-300 Кассирка. Беларусь в 2018-19 годах поставила в Азербайджан 10 комплексов полонез, а Турция в 2015-2016 годах 20 комплексов Кассирка. Израиль в 2017-2018 годах поставил Азербайджану четыре комплекса Лора. Самым значительным случаем использования Лора в этой войне было поражение моста возле села Агавно в Лачинском коридоре, соединяющем Армению с Арцахом. Об этом свидетельствует видео, появившееся в интернете 2 октября. Это было первое в мире использование Лора во время боевых действий. Армянская сторона неоднократно заявляла об использовании Азербайджаном полонеза и Кассирги, в том числе президент Арцаха Рай Карутюнян, представитель Минобороны Армении Артур Нованессиан и пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. 24 октября офис защитника прав человека Арцаха опубликовал фотографии ракетного обстрела Степанакерта Азербайджаном. Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян отметил, что по предварительной информации они являются результатом ударов, нанесенных полонезом. В начале ноября российский проект Варгонза сообщил, что Азербайджан нанес удар полонезом по жилому району Шуши. Во время войны также стало известно, что Беларусь поставляет в Азербайджан ракеты полонез. В этой войне использовались также турецкие истребители F-16, наличие которых на территории Азербайджана подтвердили спутниковые снимки. Судя по этим фотографиям, по состоянию на октябрь, турецкие истребители находились в Гандже и Габале. Их перебросили в Азербайджан перед началом войны в июле-августе в ходе совместных турецко-азербайджанских учений. По данным армянской стороны, эти истребители пилотировали летчики ВВС Турции. Тем не менее, свидетельств боевого применения истребителей F-16 нет. Одной из особенностей войны 2020 года стало повсеместное использование Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов. Использование БПЛА или дронов сыграло такую важную роль во время этой войны, что некоторые комментаторы назвали ее «Первой войной дронов» или «Первой межгосударственной войной дронов». Использование беспилотников Азербайджаном было практически полностью односторонним. В арсенале этой страны есть израильские и турецкие дроны. Важнейшую роль во всей войне сыграл ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2» турецкого производства. По данным российской разведки, в июле-августе около 20 турецких операторов БПЛА были дислоцированы на авиабазе «Даляр», расположенной неподалеку от Кянджи. По разным данным, на протяжении всей войны было использовано 6 или более 10 беспилотников «Байрактар». Этот дрон успешно использовался Турции в гражданских войнах в Сирии и Ливии. Среди других беспилотников, применяя их Азербайджаном, были также израильские «Хароп» и «Скай-Страйкер», которые представляют собой так называемые дроны-камикадзе. «Хароп» вместе с беспилотными модификациями советских малых самолетов «Ан-2» очень эффективно применялся против армянских сил противовоздушной обороны. «Ан-2» использовались в качестве приманки для обнаружения позиций ПВО, а «Хароп» их уничтожал. Использование беспилотников армянской стороной было ограничено. Азербайджанская сторона заявляла, что был сбит один беспилотник Х-55 армянского производства и один дрон-камикадзе «Бзез» – «Пчела». Под конец войны армянская сторона использовала беспилотники «Орлан-10» российского производства. Эти типы беспилотников есть в наличии на российской военной базе в Гюмри с 2015 года и в настоящее время используются российскими миротворцами, дислоцированными в Арцахе для контроля за прекращением огня.